Наука Ряд наблюдателей оценивают происшедшее как существенный прорыв в лечении болезни Альцгеймера. В Университете Клевленда в американском штате Огайо исследователи обнаружили, что терапевтические качества одного из препаратов, применяющихся для лечения онкологических заболеваний, может быть использовано для пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Об этом говорит Пейдж Крамер. Препарат называется биксератин. Он увеличивает количество протеина, при этом уничтожая бета-амилоид. Именно присутствие бета-амилоида в клетках головного мозга – один из клинических симптомов синдрома Альцгеймера. Разумеется, что пока эксперименты ведутся на лабораторных животных. Вот как это происходит. Сейчас мышки вводят дозу биксератина. Спустя некоторое время заметно, что у мышки восстанавливается функция запоминания. Причем восстанавливается она за считанные часы. Спустя трое суток от бета-амилоида не остается и следов. Биксератин давно и успешно применяется в больничной практике. Но есть и те, кто оценивает достижения своих американских коллег с изрядной долей скепсиса. Они пока лишь в начале пути. Требуется провести несколько этапов экспериментальной работы с участием иных животных, получить исчерпывающие данные и только после этого говорить о возможности применения этого препарата для лечения болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера была описана чуть больше ста лет назад, в начале прошлого века. Как полагают, сегодня ею страдает не менее 35 миллионов человек. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ